приветствую на канале диджаб друзья сегодня мы с вами посмотрим на комплект беспроводных микрофонов для камеры комика vima c начнем с краткой распаковки и комплектации в коробке нас встречает переносной жесткий чехол с петличками и аксессуарами а также пакет с гарантийным талоном инструкции пользователя на английском и китайском языках различными талонами и фирменными наклейками комика в переносном чехле находится зарядный кейс с петличками а также комплект аксессуаров среди которых зарядный кабель юсб тайп эй на юсб тайп си переходник разветвитель с тайп си на джек три с половиной и тайп си мама для подключения наушников трехпинный aux кабель джек три с половиной миллиметра для камеры и такой же точно кабель но уже для смартфонов и пк с четырьмя пинами а также две меховые ветрозащиты для наших петличек сами же петлички и приемник находятся в зарядном кейсе комплект надо сказать довольно таки богатый и так в чем же интерес данных микрофонов до давайте по порядку во первых это микрофоны предназначены исключительно для камеры соответственно в комплекте идет две петлички а также приемник приемник цепляется непосредственно на саму камеру и его защелка имеет размер специальный для башмака вашей камеры просто вставляете в камеру и удобно управляете при этом естественно что аккумулятор встроен как в сами петлички так и в приемник находится все это дело вот в таком зарядном кейсе достаточно компактном и очень приятно что помимо зарядного кейса в коробку в комплектацию положили вот такой жесткий футляр для переноски потому что в комплект у нас еще входит куча всяких ништяков это дед кат то есть ветрозащита две штуки потому что две петлички также набор различных проводов и это все нужно где-то таскать естественно в зарядный кейс это не положить поэтому чтобы взять собой пожалуйста берем кейс вкладываем его в чехол и собственно вот такой у нас достаточно компактный переносной комплект это правда круто это правда удобно сам кейс достаточно тяжеленький в нижней части имеет гнездо для зарядки юсб тайп си и также здесь индикатор заряда если мы откроем чехол он активируется мы видим 4 деления значит кейс и петлички в нем заряжены полностью далее как только мы достаем петлички они начинают режим сопряжения активировать соответственно как только мы достаем петличку одну или две и приемник они моментально находят друг друга и мы уже можем видеть что на приемнике приемник нашел петличку и уже идет на него передача голоса значит на самих петличках из органов управления у нас имеется две клавиши клавиша включения выключения при долгом нажатии и при коротком нажатии клавиши mute и также вторая клавиша которая у нас отвечает за режим шумоподавления здесь в петличке сразу 100 встроенный шумодав и это достаточно удобно должен сказать значит на лицевой части у нас есть индикатор который показывает нам статус петлички подключена она к базе не подключена идет запись идет запись и так далее включен ли режим шумоподавления что касается ветрозащиты сделано все достаточно добротно во первых здесь материал прошит мех находится на тканевой основе он никаким образом не лезет и это круто и у нас достаточно плотная резинка является крепежом благодаря чему ее достаточно удобно и быстро одевать и она не спадет все ветрозащиту мы надели как надо разлохматили и пошли писать также на задней части у нас есть достаточно крепкая защелка пластиковая и на нижней части у нас также разъем для отдельной зарядки и контактная база для зарядки непосредственно через кейс 2 петличка аналогично что касается приемника здесь все немного интересней приемник у нас оборудован цветным дисплеем причем под матовым пластиком что достаточно удобно он не бликует на солнце на левом торце у нас расположен разъем usb type-c для зарядки либо для прямого мониторинга звука для этого в комплекте есть специальный кабель разветвитель также на этом торце есть две клавиши которые отвечают за регулировку громкости на каждой петличке и это очень круто у нас на канале уже был обзор петличек seven rims это дочерняя компания компании комика и там на каждой петличке была возможность регулировки уровня громкости этой петлички здесь же это реализовано на базе то есть на приемнике и это гораздо удобнее то есть есть человек который стоит за камерой который мониторит вас ваш звук допустим в кадре находится два спикера и он тут же за камерой спокойно подрегулировал уровень громкости вас или вашего собеседника вот это удобно при длительном нажатии на данную клавишу происходит переворот дисплея что тоже удобно при размещении на камеру по громкости здесь всего четыре уровня то есть один раз нажали переключили на уровень 2 второй раз на уровень 3 третий раз на уровень 4 и четвертый раз снова скинули на уровень 1 переходим далее на правом торце у нас располагается вывод звука три с половиной миллиметра разъем и этот вывод качественный это не то же самое что вывод для мониторинга то есть здесь уже качественный вывод для подключения к камере также данные петлички можно подключать к смартфону либо компьютеру но тоже через акустический выход здесь же клавиша мод клавиша мод при длительном нажатии включает отключает приемник это понятно а при коротком нажатии переключает один из трех режимов здесь реализован режим моно понятно когда в моно режиме пишется моно дорожки звук с одной или двух петличек также режим стерео когда звук с каждой петлички пишется в отдельную дорожку с первой петлички в левую со второй петлички в правую для того чтобы дорожки не смешивались и вы могли редактировать в пост продакшене каждый голос отдельно это очень удобно и также здесь есть так называемый сейф мод который выставляет первую петличку на 0 децибел то есть стандартный уровень приема сигнала а вторую петличку на минус 6 децибел вы цепляете обе петлички и допустим если вы в каком-то очень шумном месте находитесь то у вас пишется две дорожки отдельные и если на первой петличке будут перегрузы то на второй петличке перегрузов не будет и это очень удобно на задней части находится защелка про которую уже говорил защелка имеет специализированный размер и насечки по бокам для того чтобы идеально подходить к башмаку к вашей камеры ну и снизу базы у нас находится контактная база для зарядки что касается общего качества сборки и применимых материалов здесь вообще вопросов нет все на высоком уровне то есть в руках это ощущается как действительно очень качественное устройство ну и разговаривать про петлички можно сколько угодно долго но самое главное какой они выдают звук поэтому сейчас я подключаю петлички камере и слушаем их ну что ж друзья теперь вы слышите звук через данную петличку который пишется напрямую в мою камеру lumix g7 естественно как только ко мне пришли данные петлички я их сразу же подключил послушал и мне звук с них показался крайне качественным вы же обязательно послушайте и напишите в комментариях как вам ну и на всякий случай напомню что все тесты любви любых микрофонов петличных не петличных неважно лучше слушать в хороших наушниках ну или хотя бы в любых наушниках и так как я и говорил ранее на данных петличках также есть режим шумоподавления и давайте мы его с вами активе на мой взгляд он слишком сильно пережимает голос в студийных и в квартирных в более-менее тихих условиях по моему мнению данный режим будет излишен однако мы его протестируем с вами еще и на улице ну и также заодно проверим как далеко берут данные петлички поехали ну что друзья пришло время проверить данную петличку в уличных условиях снимаем в людном вечернем парке здесь мы проверим насколько далеко берет данная петличка но и также как отрабатывает ветрозащита ветер надеюсь вы видно на камеру дует ветер идет снег давайте потихоньку начнем с расстояния сейчас от меня до оператора где-то 4 4 с половиной метра сигнал естественно ловится прекрасно приемник данного микрофона подключен как подобает напрямую к камере но мы для начала проверим перекрытие то есть сейчас между мной и оператором находится мое тело немаленькое вот ну и будем потихоньку отходить назад давайте отойду немножко вот сейчас между мной и оператором уже порядка 10 метров продолжаем отходить отходим еще дальше я буду идти и говорить посмотрим потеряется ли сигнал то есть сейчас я уже отошел метров на 1517 производитель обещает нам около 100 метров без пропадания сигнала мы это естественно с вами сейчас проверим периодически я поворачиваюсь лицом к оператору чтобы не было перекрытия ну и продолжают ходить дальше собственно я думаю мы с вами дойдем до дороги посмотрим потеряется ли там сигнал если честно мне уже плохо достаточно видно оператора я не уверен пригодится ли вам такое расстояние в реальных условиях то есть это должен быть очень киношный зум объектив сейчас у нас метров ну не знаю 20-30 наверно и еле-еле вижу уже оператора собственно ну я думаю все за мной уже тут скоро дорога начнется будем потихонечку отходить подходить обратно тут еще на встречу идут люди от них никуда к сожалению не спрячешься здесь он не сильно это помешает ну что ж вот я подхожу уже потихоньку обратно к оператору надеюсь сигнал не терялся позже студии и это естественно послушаю ну и мы с вами оценим работу на дальность без ветрозащиты данная петличка звучит следующим образом ну и также на петличке есть клавиша отвечающая за алгоритм шумоподавления сейчас алгоритм выключен вам могут быть слышны некоторые окружающие звуки там дети катаются на горках ходят люди ездят машины сейчас мы активировали шумоподавление загорелась зеленая лампочка голос стал более пережатым но часть звуков естественно обрезалась тут уже решать вам если вы снимаете в очень шумной обстановке где трудно различим уже голос диктора то эта функция имеет место быть лично на мой взгляд я ее использовать вряд ли буду потому что я мало веду прямых трансляций мне это в основном нужно для записи с последующей пост обработкой там я уже если мне понадобится могу как-то обработать звук более прогрессивными так скажем методами чтобы звук пережимался по минимуму так что выключаем данный режим и возвращаем все как было собственно вот так друзья я надеюсь эти тесты вам понравились а мы потихонечку перемещаемся обратно в студию ну что друзья вы собственно видели и слышали все сами данные петлички берут на достаточно отличном расстоянии если между приемником и самой петличкой нет никаких преград они метров 50 вывезут и 80 и возможно даже 100 на 100 метров я так и не отошел что касается перекрытия где-то на двадцати пяти тридцати метрах удаления от приемника когда поворачивался спиной звук начал искажаться не знаю насколько это связано с погодными условиями и то что я был в зоне парка где полно людей со смартфонами где рядом находится торговый центр и так далее так далее повлияли ли какие-либо там излучатели местный вайфа и так далее на качество приема сигнала на его дальность или нет но собственно в городских условиях вы сами все видели и слышали что же я могу сказать в целом про данные петлички ну как по мне это огонь при своей стоимости на текущий момент они стоят восемь тысяч рублей с копейками так их стоимость в разные дни на разных площадках где-то от восьми до десяти тысяч и это офигенное решение за данный ценник если вы снимаете на камеру если на камере у вас естественно есть микрофонный вход три с половиной миллиметра а он есть на большинстве камер почему это офигенное решение потому что но звук вы сами слышите какой мы лично мне он показался не просто годным а пожалуй крайне годным и что немаловажно здесь отличная комплектация то есть данные петлички по заверениям производителя сами могут писать прям работать 8 часов это более чем достаточно также есть в комплекте кейс который три раза может еще их зарядить это тоже круто плюс есть переносной кейс где вы можете таскать различные переходники шнуры и там те же ветрозащиты и так далее что тоже крайне удобно и за данный ценник получить устройство в такой комплектации и такого качества мне кажется она того стоит ну напишите как вам согласны вы со мной или нет ну и также вы можете данную петличку использовать со смартфоном или компьютером также для подключения к смартфону вы можете использовать вот такой вот провод то есть в комплекте у нас идет провод специально для смартфонов четырех пинный если у вас смартфоне нет джека три с половиной то вы можете использовать также комплектный переходник вот так таким образом зацепить и И вот так соединить петличку со смартфоном, либо ноутбуком. Но в ноутбуке, как правило, есть комбинированный вход для микрофона и наушников для гарнитуры. Поэтому там, скорее всего, просто пригодится один вот этот кабель. Если вы занимаетесь исключительно мобильной съемкой, то есть петлички, где приемник не оборудован аккумулятором и цепляется и запитывается напрямую от смартфона. Чисто для телефона это будет удобнее, потому что не нужно использовать при соединении какие-либо провода. У комика есть такие петлички, также есть петлички 7rims, обзор на которые был на канале, посмотрите, если пропустили. Тоже отличное решение, если вы снимаете исключительно на мобильный телефон, будь то Android смартфон, либо iPhone. Собственно, данные петлички я могу смело рекомендовать. Ссылку на них я оставлю в описании. Я надеюсь, вам понравился данный ролик, обязательно ставьте лайк, если это так. Подпишитесь на наш канал и не забывайте прожимать колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну и хотелось бы напомнить, что у нас есть собственный мерч, ссылка на него также будет в описании под видео. Там вы можете купить себе футболки и худи с крутым дизайном. Кстати, вот один из примеров нашего мерча. По-моему, круто, напишите в комментариях, как вам. Ну и увидимся с вами в следующих роликах. Пока!